Слава нашей молодёжи! Мы вас любим! А я вот достаточно ленивый человек. Кто знает, возможно, именно вам выпадет честь побить эти рекорды. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег... Всем привет! С вами «Импульс-класс». Я Валерия Коваленко. И сегодня мы с вами находимся на премьере спектакля «Дети войны». Дашкалята – ученики начальных и средних классов, старшеклассники и педагоги. Всего около 40 человек готовились к этому ответственному дню. Наконец он настал. Зрители уже в зале, артисты за кулисами. Все с нетерпением ожидают начала. Волнуешься перед концертом? Нет. У нас будет представление о «Детях войны», которые были в то время, во время Великой Отечественной войны. И что они делали, где они проживали в это время, когда там были бомбёжки, всё такое. Чувствуешь ли ты ответственность на сегодняшнем концерте, выступая перед ветеранами? Конечно, я чувствую ответственность, потому что они воевали за нашу жизнь. Сейчас у нас мирное небо над головой, и это благодаря им. Многочисленные ордена и медали, благородная седина и морщинистые руки. Те самые, которые рыли окопы, изготавливали снаряды на заводах и работали в колхозах денно и ношно. Они – дети войны. Когда фашисты напали на страну, им было всего от 7 до 12 лет. Наравне со взрослыми малыши трудились в ТЛУ, приближая победу над теми, кто отобрал у них детство. Сегодня они – почётные гости. Зал приветствует героев стоя. Внимание! Говорит Москва! Передаём важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Голод, холод, бомбёжки, потеря друзей и близких, письма на фронт. Четыре долгих года для них это было частью каждого дня. Сегодня ветераны смотрят на сцену и узнают в маленьких артистах себя. Спектакль и песни возвращают в прошлое. Но как радостно, что поют их свободные дети, не знавшие ужаса войны. И чтоб был весеной, и чтоб был путь домой, И на величей мать вот-вот приснёт рукой, И защемит в груди, и в горле встанет ком. Радость глаза светит, здравствуй, здравствуй, дом. Сегодня плакать не стыдно. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, погиб в плену или в тылу. Сегодня мы, дети, имеем возможность поблагодарить тех, кто сражался за нас, за наше будущее. А к детям и взрослым, и мальчикам, и девочкам я обращаюсь. Будьте достойны нашего поколения. Любите друг друга. Любите своих педагогов. Любите старшее поколение. Спасибо вам за прекрасный сегодняшний вечер. Слава нашей молодёжи. Мы вас любим. Всем привет. Я СДУКАЗ, в котором запрещаю вам переключать канал, так как сейчас будет интервью с очень крутым человеком, а именно Павлом Прожогиным. Так что не переключаем и смотрим. Всем привет. С вами снова я, Степан. Наша приставка. И наш новый гость, великий и ужасный Павел Прожогин. Спасибо за представление. Здравствуйте. Это я. Я здесь впервые. Ну, хотя приставка и Степан здесь уже были. Но я думаю, у нас всё получится. В общем, вообще, для начала, представься. Чем ты занимаешься? Ну, я думаю, что телезрители, те, кто смотрят «Импульс» и не только новости меня знают, потому что работаю я в телекомпании уже давно. Я журналист, я телеведущий. Иногда даже мой голос звучит на радио. В общем, как говорится, могу копать, могу не копать, только в телевизионной сфере. Погнали. Что тебе вообще в журналистику привело? Ну, если честно, в журналистику меня привел в случай, потому что хотел я поступать немножко на другую специальность, но в 1998 году, когда я закончил школу, произошла такая мерзкая вещь, как дефолт, и вот все на себе почувствовали. Вот, и мне пришлось выбирать, так сказать, из того, что есть. Ну да. А учился ты на кого? Мне кто-то говорил, что ты учился на юриста. Нет, ну я уже на юрфак, я уже пошел после, на второе, высшее. Но его я так и не закончил. Что-то у меня жаба не ходит. Так вот, ну, подожди. Мне дали не ходячий джойстик. Ты, короче, решил это, сразу меня выиграть. Мало того, что вопросами завалить. Вообще, в чем заключается самая главная сложность работы журналистом? Ну, наверное, самая главная сложность – не быть ленивым. А я вот достаточно ленивый человек, так как тоже. Я тоже и вас. Нет, ну, естественно, конечно, журналист – человек пишущий, то есть должен быть либо талант, вот так, вот это до меня прилетело хорошо. Должен быть либо талант, либо желание научиться. Опять же, вот эта специфика нашего маленького города – ты, журналист, должен быть универсален. То есть сегодня ты в детском садике, завтра ты едешь на газовый промысел, послезавтра ты едешь, значит, там, не знаю, к врачам. И обо всем, то есть ты должен рассказать, во-первых, интересно зрителю, а во-вторых, ты должен это рассказать понятно. А чтобы рассказать понятно, то есть надо сначала вникнуть самому. Ты помнишь, что первый день, дорогой, меня отправили на съемку, как сейчас помню, это был сюжет о детской площадке на улице Надымская. И меня отправили с телеоператором, который тоже только вот прошел стажировку. И то есть мы вроде как оба примерно-то понимаем, о чем мы должны делать. Но из серии, как вот говорят журналистики, самый плохой тандем, когда, значит, типа, ты пойди что-нибудь поснимай, а я пойду кого-нибудь поищу пока. В плане интервью и все прочее. Вот это у нас был вот такой чудесный, абсолютно тандем. Нет, ну, конечно, материал вышел в эфир, хотя это мне стоило крови и нервов редактору. Это дракон какой-то неубиваемый? Мы его должны, насколько я помню, ударить, и, короче, мы будем летательным потом. То есть кто-то, кто его собьет. А как его сбить-то? Чего он? Наверное, в прыжке бить его надо. Какой совет дашь начинающим журналистам? Начинающему журналисту, ну, первое, быть любознательным. Интересоваться всем, потому что самое интересное, это всегда деталь. Один такой пример, ну, это, опять же, это то, что мне вот именно запомнилось вот из таких вот моментов. Любознательность и умение подмечать детали. Мы, опять же, снимали, это был пожар, там все было очень страшно. И вот я увидел, когда вот этот хаос, вот этот жуткий абсолютно, то есть народ носится, не понимает вообще, что происходит, как надо спасаться. И возле одного из домов, значит, соседей, ну, где безопасно, стоит девочка, там, на лавочке, вот, она босая, у нее, значит, ноги упутаны там, там, кнутопленом, тоже вот она стоит, джинсы водолазка какая-то, но это был то ли конец августа, то ли начало сентября, в общем, не холодно, нормально. Вот. И вот она стоит, и просто вот так вот смотрит вокруг, и реально она вообще ничего не понимает, что происходит, это просто глаза полнейший ужас. классно. Ну, наша работа, она не только несет позитив, но еще, как бы, такая штука, и зритель же очень это любит, к сожалению, такие вот вещи посмотреть. Вот, поэтому внимательность, а, вот так, то есть можно, все. Ага, вон оно что, ну, по крайней мере, тут мы разобрались. Вот, журналистика, это не просто, но это интересно, главное тут найти себя в профессии, полюбить себя в ней, и тогда все получится. Как-то так. Нет, ну тебе стыдно должно быть. Почему? Потому что ты должен играть в эти игры уже достаточно давно. Когда, да, ну, о чем ты говоришь. Когда, ну, ты в этих играх, это сделать матерый игрок. Да. Я тебе скажу так, что у нас в детстве, в подростковом возрасте было очень много других крутых развлечений, которые... кстати, чем ты любил в детстве заниматься? Ой, слушай, да занимались на самом деле разным, в том числе, там, всякими травмоопасными вещами, а-ля полазить по стройкам, если это весна, какие-нибудь огромные лужи, там, еще что-нибудь, катание на плотах. Сейчас вот современным, допустим, детям сказать, да вот мы вот такой вот, короче, вот так вот мы развлекались. Скажут, да ну, ты че вообще, шутишь что ли? А вот такие вот у нас развлекушки суровые были. А кем ты вообще в детстве мечтал с тобой? Ой, слушай, да я не знаю, может, все в детстве там, поскольку я был советский ребенок, вот, не знаю, космонавтом может. Куда кроме как журналистом можно с образованием два факта поискать? Ой, слушай, ну на самом деле, если у тебя есть опыт и голова, и креатив, ну, и опять же, еще зависит от города, ну, там, допустим, я беру там центр, да, Москва, Питер, это, в любом случае, это пресс-службы, в любом случае, это связи с общественностью. А какие книги, кстати, ты можешь прочитать? Слушай, да на самом деле, вот, я не знаю, что преподавали и преподают сейчас в школьной программе, но, у нас классическая литература идет. Начиная, то есть, классика русская, классика зарубежная, можно же по-разному сказать, вот, наступил вечер, да, вот, а можно сказать, там, смеркалось, там, значит, там, вот, там, в заходящих лучах солнца, там, изумрудную траву покрыли бриллианты росы, вот, ну, вот, ну, вот, как-то так. То есть, и вот, вот это вот, вот это вот, описательная вот эта часть, вот, ее как раз таки дают, да, вот такие вот произведения, там, что-нибудь про природу, вот, это, оно сильно обогащает язык. Классика российской, мировой литературы, современная, все, что тебе нравится, лишь бы там, лишь бы это написано было интересным языком. Вот, хоть, а, ну, опять же, Пелевин, пожалуйста. Пелевин, то есть, там, и язык богатый, и вроде как ситуации не совсем заклишированы, и взгляды интересные, то есть, причем без разницы что. Просто все. Чтобы интересно писать, нужно много читать. твою книгу ты последнюю прочитал? Последнюю? А, фу-фу-фу-фу-фу. Эпоха мертворожденных. Ну, это на самом деле... Звучит страшно. Ну, это альтернативная история. О конфликте с определенным государством, то есть, написанное задолго до конфликта, причем, я ее прочитал, просто потому, что кто-то из товарищей, вот, сказал, просто попробуй, почитай, вот, а потом поделись мнением. Ну, да, в принципе, похоже на то, что есть. Говорит, ну, эта книга была написана за шесть лет до того, как все началось. Началось. Ну, да. Ну, а так, вот, из того, что я перечитываю, Алексей Толстой, вот, последнее, что я перечитывал, это упыря. В принципе, под настроение, ремарк, триумфальная арка, когда вот, мрачная, ничего не хочет, и тогда я начинаю читать триумфальную арку, и я понимаю, что не, все-таки не все так мрачно, жизнь продолжается. Вот. То есть, ну, это уже от личных предпочтений зависит. А из, опять же, из обучающего чего-то такого, да, на самом деле, тут я больше читаю в основном какую-нибудь аналитику, там, а-ля Блумберга, там, не знаю, какие-то выдержки, там, вплоть до Форбса, ну, смотря, что меня интересует. То есть, смотря, вот, в курсе, чего я хочу быть, вот, или что я хочу понять, потому что в таких вот изданиях, в России, к сожалению, тут меньше, потому что раньше, ну, коммерсант еще может быть, там, либо в российской газете бывают неплохие статьи, вот, а именно такая какая-то более серьезная аналитика, это вот, либо Блумберг, либо там, National Interest, либо, там, не знаю, тот же Times, вот, опять же, там, порой хорошая аналитика, и, опять же, что называется, взгляд оттуда, потому что здесь-то я все равно в этом информационном поле варюсь, то есть я вижу, как у нас подается информация, мне охота посмотреть, как она подается там, потому что все равно у меня есть свои суждения, может, оно и тут не объективно, и там не совсем объективно, но все равно это помогает слепить какую-то общую картину. Вообще согласен ли ты с мнением, что школьная литература, она, так сказать, не подходит для детей, то есть нам сейчас 16 лет, и мы, ну, некоторые люди считают, что мы не должны читать «Войну и мир» и подобные произведения, что мы их не поймем. Здесь я не соглашусь, не скажу, что там что-то непонятное, единственное, ну, вот, наверное, «Война и мир» спорно, потому что очень затянуто, мне кажется. Ты в курсе, кстати, что самому Толстому не нравится «Война и мир»? Он как-то говорил, что, ну, я, правда, цитату правильно не смогу сказать, но он сказал, что надеется, что больше подобное дребедение, многословное, так говорим, но не будет писать. Ну, вот, именно потому что, да, там очень много слов, это очень-очень много, то есть мне кажется, что просто, ну, это правда, это такое себе на любителя, мне кажется, что этим можно отбить любовь к чтению, вот, потому что не все оценят вот это вот прекрасное то время, описанное порой весьма занудным слогом и вот эти вот некие там переживания и бихевиоризмы и всякие прочие язык тела там участвующих товарищей. Он даже это как-то случайно написал, насколько я помню. То есть, слушай, случайно невозможно столько написать. Смотри. Просто я не помню, так не углублялся, потому что я вот именно Льва Толстого не очень, вообще. А вот еще, кстати, что меня вот прям в школе, что безусловно меня цепляло, это Булгаков. Вот прям я начал мастера, а потом я просто начал шерстить вот буквально все, что нашел в домашней библиотеке, благо у нас она очень большая была. Вот прям все, 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 все. Вот. Прям читал запоем и с восторгом. Очень, очень, очень. Вот он, этот автор мне очень зашел. причем я не скажу, что мне мастер зашел сильнее всего. Скорее, мне больше все-таки зашли ему какие-нибудь рассказы, там, не знаю, аля там роковые яйца или еще что-нибудь. То есть, ну, опять же, это исключительно же у всех свои предпочтения. Но Булгаков он заставляет задумываться, особенно о том, как устроен мир. Ну, тут как бы больше порой к мастеру, наверное, вот эта куча философочки и мистички различные. Ну, он сам по себе, насколько я помню, достаточно такая мистическая У него, да, сложные взаимоотношения со всеми какими-то там моментами, которые считаются потусторонними, у него прям, да, там. И мастер и Маргариту хотели поставить, сколько раз не ставить? То есть, там, у актеров или хореографов постоянно что-то или ноги, или руки ломались? Вот это вот не знаю, ну, я знаю, что очень долго они мудрствовали перед тем, как сделать первую киношную постановку, по-моему, насколько я помню, первую экранизировали поляки, если мне память не изменяет, вот, причем я пытался его смотреть вот относительно, ну, сколько там было, лет, наверное, 18-18, вот. Если честно, хотя я книгу до этого прочел, мне это показалось верхом занудства, не знаю, почему. Да, все вот эти экранизации прям не зашла. Последняя, вот, которая именно российская, да, такая прям неплохая. Ну, в принципе, вообще, не знаю, единственная, наверное, самая крутая экранизация один в один, которая была снята по Булгаку, это, конечно, собачье сердце. Ой, я на драконе, еее, валим, валим. Подожди, сейчас, это надо убить еще. Вот, поэтому это прям его нужно просто смотреть. Вот. А что, как так получилось? Надо было лететь. А, тут еще вот так вот. А вообще, как, какое-то отношение к пневматографу нынешнему? К российскому? Ну, давай к российскому. Слушай, ну, из последнего, того, что я видел, ну, может, конечно, оно же как, очень многое зависит от того, что вот режиссер, вот он так увидел, он так захотел. Ну, слава богу, что он так захотел, главное, чтобы он там мог донести до зрителя. В общем, ребят, на этом все. У нас в гостях был Павел Прожогин. Спасибо, что позвал. Да, тебе спасибо. Да, на самом деле, нас выиграла приставка. Да, ничего не понятно. Да, в общем, жабы, это не наше. Ждите следующую рубль. Всем привет, меня зовут Николай. Все мы знаем, что по киберспорту проводятся разные соревнования, но сегодня я расскажу вам о другом виде соревнований, о соревнованиях на скорость. Спидран это прохождение компьютерной игры за наименьший промежуток времени. При скоростном прохождении игрок проявляет не только свое мастерство и скорость реакции, но и знание багов, ошибок разработчиков или движка, а также некоторых других фишек или особенностей. Причем, подобные забеги практически всегда проходят в формате развлечения или соревнований. Привет, 100% где ты получаешь все ачивки, проходишь со всеми секретами, гличес, которые позволяют ломать игру, как тебе удобно. Главное добраться до финиша. Расскажи, пожалуйста, у нас проводятся соревнования в городе? Насколько я знаю, у нас не проводятся, да и не зависит от города. Обычно это все проводится в пределах нескольких сайтов. Какие самые популярные игры? Как таковых самых популярных игр нет, но из-за того, что могу сказать точно, это Quake, это Half-Life, такие самые популярные игры, в которых рекорды постоянно пытаются ставить. Все подобные забеги записываются на видео. Желательно, чтобы запись также захватывала лицо, мышь, клавиатуру или другие устройства ввода и выкладываются на специальные сайты по спидранам, где проверяются на случай жульничества, а потом попадают на таблицу рекордов. Из-за соревновательной составляющей участники тренируются месяцами, а иногда и годами, чтобы превзойти своих оппонентов на какие-то несколько секунд. Вот пример у некоторых существующих рекордов. Quake, которую вы можете видеть здесь на экране, была пройдена за 11 минут 29 секунд, хотя сама игра рассчитана на 10 часов бесперверной игры. Или MoreWine, ТРПГ, которая рассчитана на несколько десятков часов, была пройдена всего за какие-то 4 минуты 19 секунд. Кто знает, возможно, именно вам выпадет честь побить эти рекорды. Пробуйте свои силы, смотрите нашу рубрику. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин